Смертельная игра в Красноярске 14-летнего подростка могли в соцсетях подтолкнуть к самоубийству. Трагедия случилась в Октябрьском районе вчера днём. Школьник из благополучной семьи выпал из окна восьмого этажа, пока родители были на работе. Почти сутки врачи боролись за жизнь ребёнка, но спасти его так и не удалось. Сразу после трагедии в соцсетях стали распространять предупреждения для родителей. В них говорится, дети ищут свою смерть в интернете, публикуя специальные хэштеги. После сделки у них появляются кураторы, которые ведут жертву вплоть до смертельного шага. Помогают в этом романтические картинки о суициде, задушевные разговоры и таинственные задания. Например, написать фразу лезвием на руке. Знаковые цифры 4.20. Именно в это время подросткам предлагают совершить самоубийство. И сегодня друг семьи погибшего рассказал, есть серьёзные основания предполагать, что мальчик состоял в подобных группах. Время 4.20 он написал прямо на стене в своей комнате. Дети заходят в эту игру, исполняют 50 своих заданий, и на последнем 50 человек должен совершить суицид. Это на стене у него, где в комнате, то есть вот время 4.20, вот этот счёт по цифрам идёт, потом какие-то кресты, ну не знаю, только по неделям, по 7 штук их-то много, то есть как по дням. И вот эти цифры как задания выполняются. Кроме того, на предполагаемой страничке погибшего подростка ВКонтакте появилось сообщение «Молодец, прошёл игру до конца». При этом правоохранители не рассматривают версию о доведении до самоубийства в качестве основной. Следователи допускают, что подросток мог упасть по неосторожности или совершить суицид после употребления курительной смеси. Но один из знакомых погибшего решил провести своё расследование, и вот что он выяснил про смертельную игру. Тих кураторы, которые их ведут на протяжении всей этой периоды, они угрожают им таким способом. Если ты откажешься проходить игру до конца, то мы, так сказать, убьём твоих родителей, то есть доник выбор, либо ты, либо твои родители. Авторы памяток о группах смерти для родителей добавляют. Насторожить должно обилие картинок с китами, бабочками и единорогами, а также хэштеги «Синий кит», «Ф37», «Ф38», «Дом китов», «Млечный путь», «150 звёзд» и «Хочу в игру». Продолжение следует...»